друзья приветствую вас вы на канале ниндзя капитал давайте рассмотрим текущие новости события и что на сегодня предполагается в части движения по ключевым активам доллару нефти рублю евро золоту и так далее так давайте откроем календарик по календарику сегодня ну по сути ключевых событий это два индекс делового климата айфио германии 11 часов соответственно здесь для евро либо подмога либо соответственно просадка и далее 5 часов продажи нового жилья вот эта штука ключевая по соединенным штатам и она собственно говоря будет отображать как вообще в каком вектор экономить экономика сша сейчас краткосрочно движется начинается не начинается ли какое-то негативное изменение предполагается рост и соответственно если этот рост не будет выполнен то весьма вероятно мы сегодня увидим по американским индексом коллекционный откат так друзья но если переходить к событиям которые на этой неделе предстоят это конечно же решение фрс но она будет потом не сегодня далее всю эту неделю отчитываются американские компании американский big tech соответственно это событие она будет возможно весьма позитивно влиять на рынок его поддержит потому что предполагаются очень хорошие отчеты но здесь есть два момента первый момент который заключается в том что продавай покупай на ожиданиях продавать на свершениях и второй момент это то что отчеты могут оказаться не столь радужными как сейчас закладывается ну то что касается компаний социальных сетей facebook twitter там предполагается что рост происходит и в дальнейшем будет происходить продажи рекламы соответственно для социальных сетей невзирая на все антимонопольные ограничения со стороны соединенных штатов других стран предполагается весьма светлое будущее в течение 12 месяцев далее какой момент идут страсти по коронавирусу действительно возникают различные мутации но сейчас дельта там может быть появится какие-нибудь еще омега там и лишь и так далее здесь есть ряд факторов которые они оказывают очень существенное влияние на то что будет происходить с корона вирусом и на то как это все будет развиваться если мы с вами перейдем карте распространение корона вируса так то по сути у нас здесь идет возникновение третьей волны но она ранее началась соответственно здесь если анализировать динамику процесса самого начала здесь весьма вероятно с учетом наступления осеннего сезона переписывания пика второй волны на текущий момент страны которые в наибольшей степени подверглись вот этому процессу начавшемуся за счет предполагаемого нового штамма к вида дельты дельта штамма так называемого это конечно же великобритания это россия это иран но еще большие проблемы в турции сейчас очень много спекуляций спекуляций в плохом смысле этого слова относительно того как насколько вакцинирование она эффективна против новых штаммов корона вируса но по крайней мере то что касается вакцин файзера и модерна они на текущий момент эффективны даже если человек заболевает то он после того как заболел гораздо легче эту болезнь переносит так но сейчас идут переговоры между китаем и соединенным штатом штатами на высшем уровне поступает информация что переговоры зашли в тупик но здесь на самом деле общий тренд он будет будет идти на то что противостояние будет наращиваться самое парадоксальное заключается в том что при таком накалец страстей растет взаимная торговля между соединенными штатами и китаем но проблема заключается в том что вот за июль который уже завершается ряд макроэкономических показателей по китаю он указывает на то что в китае восстановление начинает либо пробуксовывать либо она уже закончилась это индикаторы с тем что происходит в продажах недвижимости в китае а также что происходит в кредитно-финансовом секторе ну и текущая политика китайских властей в отношении так называемого китайского big тека образовательных платформ китайских она в общем то может ускорить посадку фондового рынка и соответственно негативно повлиять на весь остальной мировой сектор но здесь единственно на что я хотел обратить внимание вот казалось бы те действия которые китай китайская коммунистическая партия там правительство предпринимает во первых части ограничения экспорта так называемых личных данных китайцев на различных платформах китайского big tech а также то что те ограничения которые китайское правительство хочет ввести на образовательные платформы здесь возможно все эти действия предпринимаются уже исходя из того что есть четкое понимание то что экономика китая будет буксовать и возможно даже проседать но то что китай будет значительно проседать я в этом убежден вопрос только в сроках когда это начнется этот год пять лет десять лет я думаю это неизбежно здесь ключевые факторы они заключаются во первых в несбалансированности негибкости так называемой плановой экономики по сравнению с тем что принято считать либерализмом и диким капитализма запада и второй момент в китае длительное время проводилась политика одна семья один ребенок к одно дело когда это происходит в развитых странах и другое дело это когда начинает происходить стране которая имеет низкую так называемую базу основных фондов развивающей страной которая растет течение этого процесса соответственно те сдвиги в балансе молодого старого населения она создает все предпосылки для того чтобы такая экономика она либо стагнировал либо обвалилась ну это что пошли заявления и по моему я точно не могу сказать они отменили не отменили эту политику одна семья один ребенок точно абсолютно на этот счет там у них шли дебаты они какие-то законопроекты проект проекты законопроектов автологии какая принимали но здесь надо четко понимать что это долгоиграющая пластинка которая даже если она сегодня начинает применяться она имеет отлагательный значительный временной эффект и в ближайшие 5-10 лет она ничего не исправит а дисбаланс возрастной группе он уже накопился так друзья давайте еще на секундочку вернемся к сотам sftc основной обзор я делал выходные давайте сейчас посмотрим что там намечается по американским индексом так то что касается snp здесь на прошлой неделе американские спекулянты сделали ставку на то что snp будет проседать ну либо по крайней мере будет консолидироваться на достигнутых значениях так далее nasdaq по nasdaq наоборот ожидание позитивные шорты подрезают соответственно здесь я так понимаю делается ставка на хороший лучше чем хороший отчет по big tech и соответственно то что nasdaq будет показывать на этой неделе опережающую динамику позитивную так далее индекс доу джонса так называемый индекс ржавого сектора соединенных штатах здесь идет значительное снижение и здесь даже положительные зоны слонговый перешли в шартовую зону то есть на американскую промышленность спекулянты ставку не делают так мы и далее рассол так называемый индекс малой капитализации компании то есть то что отображает сектор среднего среднего малого бизнеса здесь ситуации как видите достаточно плачевные он находится в отрицательной зоне причем значительной отрицательной зоне и здесь на текущий момент американские спекулянты не делают ставку на то что он будет расти здесь только нарастает шаг ставка на снижение соответственно америка это малый средний бизнес в основном основная занятость и ввп и такое положение дел по индексу компании малой капитализации она указывает на то что американское восстановление она либо не совсем отображает положение дел либо требуется какой-то период времени для закрепления но по крайней мере вот эта ситуация в компаниях малой капитализации она достаточно негативные тренды в ближайшее время может создать опять же с моей точки зрения лето должны простоять так друзья далее крипто крипто начала отскакивать давайте эфириум посмотрим дневной таймфрейм ну вы видите как четко работают сильные уровни у эфириума они просто фактически идеально работают поскольку вышли за вот этот сильный уровень 2165 если сейчас возникает проторговка в диапазоне 2200 2400 то это проторговка она ведет к дальнейшему росту которого цель движения будет в районе 2900 2914 или же если возникает пробой 2450 закреплением коротеньким то вот это движение весьма вероятно в ближайшее время может произойти так друзья но с китаем сегодня трешак происходит китай сыпется на то есть обстоятельства это во первых то что пока не складываются переговоры на высшем уровне между соединенным штатам и китаем китай обвиняет соединенные штаты что они формируют из него врага китайские власти на прошедшей неделе предприняли ряд действий которые подрезали китайский хай-тек соответственно все это привело вот к такому штопору сегодня рынке будут находиться под воздействием вот этой негативной динамики китайской и здесь существенный такой фактор произойдет не произойдет сегодня закрытие выше 4900 если она не происходит то тогда китай может начать очень основательно сыпаться не ожидая осени здесь на текущий момент пришли к сильным уровнем от которых либо будет отскок либо если отскока не будет еще немножко движение вниз продолжится то следующая цель движения будет находиться в районе 4500 4600 так далее американский индекс snp это сергей на фьючерс ну когда такая такой трешок идет по китай он не может расти это просто органично взаимосвязанные вещи и здесь у нас ближайший уровень поддержки это 4350 если все-таки мы его сегодня пробиваем то следующая цель движения будет находиться в районе 4380 так друзья далее нефть нефть на фоне негатива от китая на фоне того что ожидается развитие новых корона вирусных штаммов сегодня пытается откатиться но мы с вами помним есть ближайший уровень 72 если этот уровень удерживается то все это в пределах консолидации 72 74 закрытие нефти на прошлой неделе было позитивно и она закрылась выше 74 и это дает шанс на то что нефть на этой неделе валится все-таки не будет по крайней мере так сильно так друзья дали часовой таймфрейм по бренду смотрите здесь на текущий момент пришли к важному уровню локально важному уровню глобально он не играет никакой роли но сейчас на текущий момент 73 3 73 2 вот этот диапазон чик если мы в течение одного трех часов удерживаем не пробиваем не проваливаемся ниже то мы отсюда от скачем и цель этого отскока для начала будет движение вот сюда в район 74 и 8 если все таки здесь у нас возникает пробитие то у нас отсюда идет импульс импульс на провал цель этого импульса движения вот сюда вот в район 72 45 72 и 3 вот в этот диапазон так друзья дали золото она на прошлой неделе конечно попросила но опять же она закрылась выше 1800 соответственно текущий момент здесь сейчас будет тестирование на пробой 10809 1811 вот этого диапазона в случае пробоя этого диапазона у нас по золото на сегодня будет цель движения сначала 1821 и потом следующая цель сходить вот сюда вот в район 1827 соответственно этот сценарий на сегодня не срабатывать если сейчас будет коррекционный откат с пробитием 1804 1800 1 если такая такой сценарий развивается то соответственно отсюда нас ждет движение цель которого будет 1795 сходить вот сюда вот так друзья дали евро доллар четырехчасовой таймфрейм ну я наверное его не буду рассмотреть потому что этот инструмент на текущий момент его не до конца понимая об этом я говорил и на прошлой неделе и анализ от и софти си могу только обратить повторно внимание на то что по позиции лангов американских спекулянтов они идут на снижение евро соответственно здесь коллекция достаточно высокая и поэтому исходя из от и софти си весьма вероятно дальнейшее продавливание и снижение евро доллар что касается технической картины здесь слишком много факторов которые с моей точки зрения они вносят определенный хаос но тем не менее на текущий момент здесь вот четко прочертилась прочертился сильный уровень это 1750 1760 соответственно на сегодняшний день если мы в первой плане дня его не пробиваем то у нас отсюда должен сформироваться не плюс движение у которого цель будет в районе 1810 1815 так друзья дали рубль-доллар юзды ту мору здесь у нас идет сейчас движение на тестирование 741 случае пробития этого уровня следующая цель движения будет находиться вот здесь вот в районе 74 39 74 и 5 если переходить на часа ли кто здесь уже фактически было тестирование вот этого значения 74 и 1 соответственно если в ближайшее время ближайший час два три не пойдет до бой и закрепление над этим уровнем она ждет здесь коррекционный откат у которого цель будет находиться в районе 73 8 и случае пробоя 73 8 мы уходим консолидироваться в районе 73 69 ближайшее время посмотрим здесь будет не будет пробитие этого уровня если пробитие все-таки не будет и нефть не будет валиться два условия то соответственно мы сегодняшний день проводим в консолидацию в этом диапазоне 73 874 05 вот тем не менее хочу обратить ваше внимание здесь сформировалась разворотное движение цель у этого движения сходить вот сюда вот на 74 и 3 здесь как бы часовой таймфрейм синхронен дневным так далее евро рубль ту мору котировка здесь импульс движения сформировался целью этого импульса находится вот здесь 87 69 это если ориентироваться на дневные цели ну то есть дневной таймфрейм более такие долгосрочные цели если конечно нефть обвалится мы выполним на сегодня что касается часового таймфрейма здесь сейчас идет импульс целью него 87 5 критерий того что это движение сейчас не произойдет коррекционный откат с пробитием 86 и 9 если такое сейчас происходит мы идем искать поддержку на 86 и 5 вот на этом уровне на текущий момент больше вероятность того что это движение наверх она разовьется так друзья на общем то все основные новости основные инструменты спасибо за внимание успешных торгов